Самое страшное, что школа 60 вокруг окружена по периметру гаражами. И откуда ни пройди, через все эти входы мы идем через такие заросли. Школа номер 60 находится на улице Советской Армии. Участок оживленный, рядом жилые дома, поликлиника. Но уровень комфорта городской среды здесь оставляет желать лучшего. Вот другой подход к той же самой школе. Он выглядит более цивилизованно, здесь даже есть тротуар. Но гаражи и в темное время суток нет освещения. Трагических случаев со школьниками здесь, к счастью, в последнее время зафиксировано не было. Но едва ОНФ разместили в соцсетях призыв сообщать об опасных маршрутах, от родителей учеников 60-й буквально посыпались жалобы. Эксперты уверены, обезопасить детей можно и нужно, всего лишь предприняв несколько простых мер. С этими предложениями они уже обратились в городской комитет дорожного хозяйства. Выпилить вот этот вот зарослик, по которому мы сегодня с вами проходили, посмотреть линию по освещению, так как она существующая, возможность подключения, ну и собственно приведение ее в нормативное состояние. А вот печально известная лесополоса рядом со школой номер 133, что в новостройках рядом со старой лентой. Именно здесь несколько дней назад мужчина напал на девочку. Ей чудом удалось вырваться. Теперь родители школьников бьют тревогу. Многим ребятам приходится по пути на учебу пробираться через эти заросли. В некоторых местах складывается поистине парадоксальная ситуация. Вот, например, пешеходный переход. Есть знаки, и я могу, согласно правилам, и любой школьник может перейти дорогу здесь. Но тогда наш путь упрется буквально в лесополосу. Перейти гораздо удобнее вон там, чуть подальше. Там есть натоптанная тропинка, но нет знаков. Соответственно, я и любой школьник нарушит правила, переходя дорогу там. Как пояснили в руководстве школы, знак перехода был установлен, видимо, непродуманно. Да и дорожная сеть с тех пор изменилась. Теперь проведут работу над ошибками. Обратятся в городскую администрацию, чтобы перенести его дальше. А также скорректируют паспорт безопасности дорожного движения. Обязательно заменим карту, пересмотрим новые уже инфраструктуры и добавим в нашу карту и светофоры, и пешеходные переходы. Но, как считают и в самой школе, и в ОНФ, этим проблему не решить, пока городская администрация не возьмется всерьез решать вопросы безопасности пешеходных маршрутов во всем городе. Не секрет, что во многих местах есть проблемы с освещением, тротуарами и прочим. Это подтверждают и жители города. Они продолжают присылать народникам жалобы на школьные маршруты, в очереди на проверку порядка 15 школ. Рейды продлятся еще неделю, после чего список претензий и рекомендаций отправят в городскую администрацию. Причем исправлять недочеты, уверены, там следует немедля. Совсем скоро закончатся каникулы, и улицы города снова заполонят школьники. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.